В Крестовоздвиженском соборе Белогорского монастыря почтили память новомучеников и исповедников Церкви Русской. Более ста лет назад большевики убили настоятеля святой обители, преподобно-мучеников Орлаама Коноплева. После этого начались жестокие расправы над монахами. Наша съемочная группа съездила в монастырь слово Надежде Калининой. Монастырь на Белой горе Наш монастырь можно по праву назвать тоже царским. Каждое событие монастыря, каждое какое-то значимое действие в жизни монастыря было связано с жизнью царской семьи. Оставить в живых таких активных деятелей именно той уходящей России новый порядок просто не мог. И поэтому основной состав братья был просто физически истреблен. В Крестовозвиженском соборе за вечерней службой, а также за божественной литургией вспоминали те, кто пострадал в годы гонений. 30 июля 1918 года трагические события докатились и до Белой горы. Арестовали архимандрита Варлаама. Позже он был зверски замучен большевиками, его тело сбросили в каму. После этого расправы над монахами Белогорского монастыря продолжились. К 4 марта 1919 года монастырь был разорен. 102 насельника были угнаны на окопные работы. В главном алтаре собора осквернили и разворотили престол. Также осквернили и увезли ковчег с мощами. Иконописную мастерскую превратили в театр. Разграбили монастырскую библиотеку. В марте 1923 года монастырь был закрыт. Только в 1990 году, в декабре, накануне дня празднования святителя Николая, здание монастыря передали епархии и начались строительные и реставрационные работы. Предстояло реставрировать шестипрестольный собор, а еще восстановить монастырское хозяйство. На сегодняшний день в нем есть коровы, свиньи, овцы и козы. Братья сама ухаживают за животными. Не зря про монастырь на Белой горе говорят, что это обитель труда и молитвы. Все по-святоотечески, то есть и молитва, и правила, и литургия. И трудиться без этого нельзя, потому что братья унывают. Мы еще не готовы к такому подвигу, чтобы только заниматься умным деланием. И в руки лопату не брать или за скотиной не ходить. Монастырь на Белой горе – это также и место активного паломничества. Сюда со всего Пермского края и из других регионов едут люди. Приезжают и из-за границы. В воскресенье на этой неделе будет отмечаться память собора пермских святых, среди которых также прославлен преподобно-мученик Аврлаам, последний дореволюционный настоятель Белогурского монастыря.